СМЕРТЬ ЧИНОВНИКА Глаза подкатились, дыхание остановилось, он отвел от глаз бинокль, нагнулся и... ОПЧИ! Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется, чихают и мужики, и полицмейстеры, иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя. Не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханием? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и промотал что-то. Старички Червяков узнал статского генерала Брижалова, служащего по ведомству путей сообщения. Я его обрызгал, подумал Червяков. Не мой начальник чужой, но все-таки неловко, извиниться надо. Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо. Извините, вашество, я вас обрызгал, я нечаянно. Ничего, ничего. Ради бога, извините, я ведь не желал. Ах, сидите, пожалуйста, дайте слушать. Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Брижалову, походил возле него и, поборовший робость, пробормотал. И я вас обрызгал, вашество. Простите, я ведь не то чтобы... Ах, полноте, я уж забыл, а вы все о том же, сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой. Забыл, а у самого ехидства в глазах, подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала и говорить не хочет. Надо бы уже объяснить, что я вовсе не желал, что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает. Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему. Она только испугалась. А потом, когда узнала, что Брижалов чужой, успокоилась. А все-таки ты сходи, извинись, сказала она. Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь. То-то вот и есть. Я извинялся. Да он как-то странно. Ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать. На другой день Червяков надел новый вицмундир. Постригся и пошел к Брижалову объяснить. Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей. А между просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова. Вчера в Аркадии, ежели припомните, вашество... Начал докладывать экзекутор. Я чихнулся и нечаянно обрызгал. Извини. Какие пустяки? Бог знает что. Вам что угодно. Обратился генерал к следующему просителю. Говорить не хочет. Подумал Червяков бледнее. Сердится, значит. Нет, этого нельзя так оставить. Я ему объясню. Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забармотал. Вашество. Ежели я осмеливаюсь беспокоить вашество, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния. Ненарочно, сами изволитесь знать. Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой. Да вы просто смеетесь, милости с дарь. Сказал он, скрываясь за дверью. Какие же тут насмешки, подумал Червяков. Вовсе тут нет никаких насмешек. Генерал, а не может понять. Когда так, не стану я больше извиняться перед этим фанфароном. Черт с ним. Напишу ему письмо, а ходить не стану. Ей богу, не стану. Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять. Я вчера приходил беспокоить вашество, забарматал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза. Не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что Чихай обрызнулся. А смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит и уважения к персонам не будет. Пошел вон! Гаркнул вдруг потеневший и затрязшийся генерал. Что-с? Спросил шепотом Червяков, млея от ужаса. Пошел вон! Повторил генерал, затопав ногами. В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся. Придя машинально домой, не снимая вид с мундира, он лег на диван и помер. Как и любое другое национальное произведение, этот рассказ описывает больные темы и показывает, каким было общество. Проблематика рассказа обусловлена болезнью общества, привычкой присмыкаться перед теми, кто занимает более высокое положение в обществе, что достаточно актуально и в наше время. Пишите в комментариях, понравился вам рассказ или нет. Какие еще рассказы вы бы хотели послушать на нашем канале? Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал! Пока, guys! See you! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok